Мы гуляли с дочкой, смотрим крики, помогите, человек тонет. Тот как раз круг лежал, мы кинули и успешно спасли. На акции, посвященной Международному дню пропавших детей, почувствовать себя спасателем мог каждый. Такую возможность прогуливающимся в центре Одинцова предоставил общественный отряд «Спасрезерв». Купальный сезон в московском регионе был официально открыт 1 июня. Перед тем, как отправиться на пляж, спасатели настоятельно рекомендуют вспомнить правила безопасности, отказаться от алкоголя и не спускать глаз с детей. Спасение утопающих – дело рук не самих утопающих. Оказалось, бросить круг – дело не такое уж и простое. Свободный конец петлей одеваем на левую руку, круг берем в правую руку, захват именно за сам круг. Наша задача в идеале – перекинуть через тонущего человека, либо попасть в радиосимметра вокруг него, чтобы он мог протянуть руку и за него уцепиться. Все официальные места купания оборудованы спасательными средствами, но если их все же под рукой не оказалось, можно использовать пятилитровую бутылку из-под воды, палку или кусок пенопласта. Главное – вовремя понять, что человеку нужна помощь. Тот, кто по-настоящему тонет, не может кричать. В связке его сжимается, он не может кричать. Процесс утопления, он очень тихий процесс утопления. То есть, как раз таки, что связано с детьми. Дети, когда купаются, они, как правило, плескаются, радуются, кричат. А если вы видите ребенка молчаливого на воде, здесь один из признаков того, что он может уже тонуть. Почувствовать себя спасателем можно было не только помогая водолазу, но любой вызов сотрудники отряда «Спасрезерв» берут с собой специнструменты. Подержать их в руках на акции мог даже самый маленький ее участник. Правда, предварительно обезопасив себя. Наверное, 99% людей, которые захотели себя попробовать в роли спасателя, допустили те или иные ошибки. Но здесь, на Международном дне пропавших детей, это допустимо. Недопустимо это в случае, если произошла реальная беда. И спасатели это знают, как никто другой. И ошибок этих стараются не допускать. Служебные собаки на дне пропавших детей были в центре всеобщего внимания. Белые швейцарские овчарки Российского Красного Креста Мартин и Даня прошли аттестацию в МЧС и полностью готовы к поиску людей. Чем раньше и чем больше таких красавцев прибывает на место ЧС, тем выше шансы спасти пострадавших. Шейна и Грейси поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в природной среде при хорошей погоде могут взять след потерявшегося человека в течение трех суток. У нас есть найденные по следу люди, и люди, которых, к сожалению, погибшими нашли. Вот это, например, собачка. Недавно у нас вместе с кинологом Анной нашли девушку. И собачка до прихода группы эвакуации грела ее. Этого ночи достаточно было. Спасатели, полицейские, волонтеры, кинологи с собаками готовы в любой момент отправиться на поиски ребенка. Но в день акции они собрались на центральной площади города для того, чтобы дети пропадали как можно реже. С начала года в Одинцовскую полицию поступило 45 сообщений о пропаже несовершеннолетних. Все потеряшки были благополучно найдены. А организаторы акции напоминают, что если все же самое страшное произошло, нужно незамедлительно обращаться в полицию. Трех суток не существует такого понятия. Заявление дежурный должен принять своевременно, незамедлительно по обращению гражданина. Также можно позвонить по телефону. Если произошла ситуация, когда пропал ребенок, нельзя медлить. О пропаже ребенка можно сообщить и по телефону, а позже написать заявление в дежурной части. При себе необходимо иметь фотографию, по которой пропавшего можно будет узнать. На данный момент в Одинцовском районе в розыске находятся две девушки. Илкана Курбанова и Елизавета Голунова. Информацию об их местоположении следует сообщить в полицию. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.